Даугавпилское городское самоуправление принимает важные меры по способствованию энергетической безопасности. Самоуправление в этом году вложило в основной капитал Даугавпилс Селтум Тейклы 1 миллион евро, что позволит предприятию уже в этом отопительном сезоне адаптировать оборудование для использования жиженного нефтяного газа для производства тепловой энергии на двух теплоцентралях. Кроме того, начаты проектировочные работы по строительству новой котельной на щепе на территории второй – теплоцентрали. До отопительного сезона 2021 года Даугавпилс Селтум Тейклы производила около 55% тепловой энергии, необходимой городу в зимний период. Остальные 45% закупались у частных производителей. В свою очередь в летний период предприятие производило лишь 29%, закупало 71% тепловой энергии. После строительства котельной на щепе на территории третьей теплоцентрали, начиная с января 2022 года, предприятие смогло производить уже 85% необходимой тепловой энергии в зимний период, а в летний период – 97%. Благодаря котельной на щепе тариф на отопление в Даугавпилсе, в отличие от самоуправлений, использующих для отопления только природный газ, не достигает 300 евро. На встрече с председателем Даугавпилской городской думы Андреем Элксничем, парламентский секретарь Министерства финансов Атыс Закатистов сподсведет, что министерство окажет поддержку для способствования энергетической безопасности. Также Даугавпилское городское самоуправление сможет получить софинансирование в размере 4 миллионов евро на строительство новой котельной щепе на территории второй теплоцентрали. Для правительства очень важно, чтобы самоуправления готовились к повышению ценной энергоресурсы. Мы как правительство предложили средства фондов, чтобы можно было перевести отопительные котлы с газа на щепу. Центральное агентство финансов и договоров, являющееся агентством Министерства финансов, выделило Даугавпилсу 4 миллиона евро на новый крупный проект на территории теплоцентрали. централе. Я убедился, что Даугавпиллс настроен очень решительно, чтобы избавиться от частных поставщиков теплой энергии. Что я увидел, так это желание перейти с газа на щепу. Это очень хорошо. Это поможет жителям пережить эту зиму. Если все планы Даугавпиллса будут реализованы, Минфин, конечно, поддержит хороший проект, чем сможет. И тогда жители почувствуют это на своих кошельках. Нам необходимо реализовать еще один проект строительства котельной на щепе на ТЭЦ-2. И у меня за спиной новая котельная должна появиться в январе 2024 года. Повторюсь, благодаря тому же сотрудничеству с Министерством финансов, которое на сегодняшний момент утвердило выделение Даугавпиллса 4 миллионов евро, которые фактически до этого были потеряны на третьей станции. Тем самым город, благодаря своей дипломатии и сотрудничеству, избежав судебной разборки с государством, деньги назад себе вернул. И они в будущем послужат очень благую роль для жителей, для именно удержания тарифа. То есть, на наш взгляд, самое важное, это сегодня выстроить такие теплосети, которые будут без частников, когда мы не будем энергетически зависимы от кого-либо. Когда мы выстраиваем теплосети минимум на 20-25 лет вперед новыми мощностями, которые смогут в нынешнее время для жителей предоставлять услугу, которую жители смогут оплатить. Из-за стремительного роста цен на природный газ Даугавпиллсилтум Тейкл вынужден повысить тариф на отопление. С 1 октября он составит 175,50 евро за мегаватт-час, что на 43,3% выше действующего тарифа. Однако, если бы у предприятия не была возможность использовать древесную щупу для производства тепловой энергии, при текущих ценах на энергоресурсы тариф на отопление в Даугавпиллсе составлял бы 303 евро за мегаватт-час. Даугавпиллсилтум Тейкл заключили договор на поставку природного газа на три месяца с Латвэнерго. Это означает, что тариф на отопление в Даугавпиллсе останется неизменным с 1 октября до конца года. В период с 1 октября до 30 апреля следующего года жители смогут получить государственную поддержку для покрытия счетов за центральное отопление. Плата будет снижена на 50% от разницы между тарифом на тепловую энергию, утвержденным СПРК, или соответствующим самоуправлением, и медианой тарифа на тепловую энергию в размере 68 евро за мегаватт-час. Поддержка будет автоматически применена предприятиям централизованного теплоснабжения. Таким образом, при установленном тарифе 175,59 евро за мегаватт-час, предложенным ПАЗ Даугавпиллсилтум Тейкл, государство компенсирует 53,80 евро. Оплата за отопление жителям будет рассчитываться из фактического тарифа в размере 121,8 евро за мегаватт-час. Несмотря на такую государственную поддержку, Даугавпилское городское самоуправление готово работать над долгосрочными решениями, чтобы способствовать энергетической безопасности и избежать резкого повышения тарифов на отопление для жителей. Планируется, что новая котельная на щепе на территории второй теплоцентрали начнет работу в январе 2024 года. В свою очередь, благодаря вложению самоуправления в размере 1 миллиона евро в основной капитал Даугавпиллсилтум Тейкл, уже в течение этого отопительного сезона предприятия адаптируют отопительное оборудование на первой и второй теплоцентрали для хранения и использования жиженного нефтяного газа или пропан-бутановой смеси для производства тепловой энергии. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпиллского городского самоуправления.